Тема новая, интересная и важная. Это будет действие групп и приложение к другим вопросам теории групп. Теперь мы предположим, что группы не обязательно абелевы, а группы по умножению. Теперь G это группа по умножению и операция не обязательно коммутативная. Действие групп. Говорят, что G... А, еще множество дано. Дано любое множество. Говорят, что группа действует на множестве. Вот я такой значок употребляю. В разных источниках по-разному. Бывает никак не определяется, бывает двоеточие, бывает вот так, бывает стрелка сверху вниз. Давайте я вот так буду обозначать, всем ясно, что это такое. Если существует отображение в произведении G на омега, действует по правилу GX паре, мы сопоставляем элемент G, давайте пописать звездочкой X. Это не умножение в группе, это вот так. То есть, каждой паре элементов, группа и множество, сопоставляем элемент множества. Такой, что выполнят два условия. Первое. Первое. Единичка звездочка X равняется X для любого X из омега. И второе. Я вот здесь напишу. Это важные свойства. Если мы применим G1 к G2 к X, это все равно, что применить. Сначала элементы перемножить в группе, а потом применить как Су. Давайте обсудим, что это такое, чем это хорошо, и где мы с этим встречались уже неоднократно. Вот два свойства. Значит, утверждение первое. Рассмотрим такое отображение. Для G из G заразное отображение Фи и ЖТ, которое действует из омега в омега и отправляет элемент X в G звездочка X. Каким свойством удовлетворяет это отображение? Утверждается, что Фи G1 в композиции с Фи G2 – это, давайте, вот свойства. А – это Фи G1 на G2. Значит, ну, наверное, очевидно, да? Чтобы доказать это отображение, что два отображения равны, нужно применить к любому элементу и доказать, что эти элементы совпадают. Ну, вот применим к X. Фи G1 в композиции Фи G2 от X. Это все равно, что Фи – композиция отображения, применить одно, а к нему применить другое. А это все равно, что Фи G1 применить по определению G2 звездочка X. А это все равно, что G1 звездочка G2 звездочка X. А это, по нашему свойству, G1 G2 звездочка X. А это, опять же, по нашему свойству, Фи G1 G2 от X. Ну, вот доказано. Б, следствие из этого, Фи G1 G, композиция, Фи G-1, будет что? Что это будет? Ну, тождественное. Мы вот по этому свойству здесь будет их произведение, а по первому свойству это тождественное отображение. С, Фи G, Б, Е, Ц. Боективное отображение. Почему? Потому что у него есть обратное. Вот оно. Значит, это все равно, кстати, в другом порядке то же самое. Я о ней написал. А отсюда следует, Фи G-1 равняется Фи G-1. Вот так поставить. Ну, значит, у него есть обратное. Значит, это биективное отображение. Д-свойство. Вот это отображение не просто отображение. Значит, мы имеем отображение, откуда? Значит, Фи G-1. Теперь мы есть отображение из G. В каждом элементу G мы сопоставляем объективное отображение. В группу подстановок множества S. Это подстановки нашего множества. Ну, для конечного множества мы определяем слово подстановка. Ну, вообще множество объективных отображений, множество в себя. Понятно, да? И это тоже группа. Значит, напоминаем, что множество объективных отображений с операцией композиции группа. Так вот, это отображение гомоморфизм. Что утверждается здесь? Это гомоморфин групп. Значит, вот отображение G. Это гомоморфин групп. Откуда следует? Вот отсюда. Что нам нужно доказать? Что G1... Но оно прописано. Вот оно прописано. Только нужно читать его справа налево. Мы берем произведение элементов, сопоставляем им подстановку. И берем... Отправляем каждый, а потом берем их композицию. Получается одно и то же. Значит, вот доказательство здесь. Вот, все. Значит, ну, на самом деле, наоборот. Задание действия группы, это все равно, что задать вот такой гомоморфизм. Ну, самостоятельно проверьте. Ну, практически все нужно просто в обратном порядке прочитать. То есть, если у вас есть гомоморфизм в группу подстановок, значит, это и есть действие группы. Ну, вот, значит, это определение. Теперь, какие связаны с каждым действием, связаны объекты. А потом рассмотрим примеры. Значит, сначала объекты, потом примеры. Значит, с каждым действием есть ядро эффективности. Ядро эффективности. Ну, это такое множество. G из G. Я никак не буду обозначать, чтобы не запутывать, тем более нет общепринятых обозначений. G из G таких, что G звездочка X равно X для любого X. Легко видеть, что это подгруппа, да? Вместе с каждыми элементами вот по этому свойству оно содержит их произведение. Ну, и, соответственно, обратное тоже. Подгруппа. Ну, и, со мной, она нормальная. Почему? Кто, так сказать, видит, почему она нормальная? Что такое ядро эффективности на самом деле? Это ядро гомоморфизма. Мы видели, что у нас есть гомоморфизм из G в группу подстановок. Обозначим его по C большое. Так вот, это не что иное, как ядро этого гомоморфизма. G переходит в FI-GT. Это ядро этого гомоморфизма. Значит, действие эффективно, если это ядро равно тривиально. Дальше. Для каждого элемента мы можем определить, если мы зафиксируем элемент X из омега, то можно определить его орбиту. это множество элементов G звездочка X, где G пробегает все элементы G. То есть, группа, она его так размазывает. Вот как она его размазывала, так и получилось. И для каждого элемента X можно обереть стационарную подгруппу. это орбита, стационарная подгруппа элемента или стабилизатор. Это множество элементов, наоборот, элементов G и G, таких, что G звездочка X равняется X. Понятно, да? Значит, стабилизатор уже тоже подгруппа, но не обязательно нормальная. Значит, опять же, вот из нашего свойства 2 следует, что произведение элементов, который удовлетворяет этому свойству, тоже удовлетворяет этому свойству. И обратный тоже. Значит, это подгруппа, но не обязательно нормальная. А ядро эффективности, что это такое? Теперь, если мы, как связано с стабилизатором? Ну, это вот, вот это свойство теперь выполняется для всех. Значит, перечень и всех стабилизаторов. предложения. Значит, это все определения. Теперь предложение. Важное, но, в общем-то, ничего, но не сложное. Пусть у нас есть действие группы. Тогда g действует на множестве. Первое. Если y принадлежит орбите элементы x, то орбиты x и y совпадают. Второе. Если две орбиты пересекаются, то они совпадают. и третье. Все множество есть пересекания орбит. Объединение орбит, изменивает. с чем это, на что это похоже? На что? Да, на смежные классы. Ну, отношение эквивалентности, да, значит, ну вот, вот это отношение, конечно, есть отношение эквивалентности. Согласен? Но более близко для нас это вот смежные классы. принадлежать смежному классу тоже отношение эквивалентности. То есть, вот, то есть, все множество разбивается на непересекающие орбиты. Здесь, висон, на орбиты, которые не пересекаются. Ну, доказательства, ну, практически очевидно, но давайте проделаем его. Если y принадлежит орбите, то это означает, что существует g из g такой, что g звездочка x равняется y. Ну, это, и пусть элемент, ну, они совпадают, значит, нужно доказать включение в одну сторону и в другую. пусть z принадлежит, ну, это означает, что существует g1 такое, что g1 на x равняется z. теперь надо преобразовать его в y, да? Что нужно сделать? Тогда это, z равно g в минус первой на g1 звездочка x. так? Не, да я что-то что-то не то написал совсем, совсем не то, g g умножить в группе на g1 в минус первый на x. Значит, ну, видно, что доказательство очевидно, поскольку, вот, ну, по нашему свойству мы можем это разложить, как g1 минус первый, g на x это y. Ну, а теперь что-то не то написал, точно не то. Сейчас. Ага, да. Мы берем в x, а мы хотим показать, что он в y. да, вот y здесь стоит, тогда, вот тогда нужно изменить g в минус первый, да, доказательство очевидно, но запутанное. Значит, вот, значит, что мы знаем, что вот отсюда, применив к обеим частям g в минус первый, получим, что g в минус первой звездочка y равняется g в минус первой g звездочка x равняется x. соответственно, теперь вот это сюда подставим, получим, что это g звездочка x, а это z. да, вот так. Хорошо, а это означает, что наша z принадлежит также орбите y. мы применили какой-то элемент y, вот, в точече по премию, получили z, значит, z элемент, но это означает, что есть включение, это включается в это. Ну, и наоборот, наоборот, делайте сами, это верно. Второй пункт, второй пункт следует из первого, да? Если в перечении есть нечто, второй пункт, если, опять же, z принадлежит орбите пересечения x пересечь с орбитой y, то по первому свойству получаем, что равняется орбите z и равняется орбите y. Ну, вот, все. Ну, и, наконец, третье свойство, совсем очевидно, Почему? Ну, потому что каждый x лежит в своей орбите, а здесь по всем x объединение. Так, предложение очевидно. Хорошо, а теперь рассмотрим примеры. Примеры. примеры происходят из то, что мы раньше изучали. Ну, и вообще традиционно группы возникли, понятия группы, не было понятия абстрактные группы, были какие-то группы, которые сразу понятия группы приходят вместе с понятием действия. были группы подстановок, группы матриц, и так далее. Значит, ну, вот сейчас это мы все вспомним. примеры. Примеров много. Самый тривиальный пример это когда g действует на тривиальное. g звездочкой x равняется x для любого x. Какое здесь ядро эффективности? вся группа. соответственно, орбиты какие? Ну, поскольку это верно, значит, орбиты любого элемента. Орбиты это все элементы такого вида. Значит, каждый орбит стоит из одного элемента. Понятно, да? А социальная подгруппа каждой точке? Ну, соответственно, тоже вся группа. Второй первый пример, на самом деле нетривиальный, это группа подстановок. Она действует по определению на множестве из n элементов. Это мы в прошлом в первом семестре с этого начинали. Значит, здесь, как мы говорили, у нас есть гомоморфизм. Гомоморфизм это просто отождествление этой группы, ну, с группой пацанов к этому множеству. Понятно, да? какое здесь ядро эффективности? То есть, тот элемент, та подстановка, который делит, вот это все для любого элемента. что это такое? Тождественное. Значит, ядроэффективность тривиально. Действие эффективно. Стабилизатор какого-то элемента, что это такое? Это ТСН-1. Если мы, ну, давайте последний, переводят в себя, то это подстановка на всех предыдущих элементах. Понятно, да? И орбита в любого элемента это что? Ну, все множество. Для любого, для любых двух элементов есть подстановка, который один переводит другой. Хорошо. Значит, ну, определение, я напомню, что действие называется транзитивным. Это общее математическое понятие, поэтому вот хорошо бы это запомнить. Если все множество составляет с орбитой какого-то элемента Х, ну, соответственно, любого тогда элемента, то есть для любых Х, Y из омега существует G из G такой, что Y равняется G звездочкой Х. Ну, что вот здесь выполнено? Дальше. Группа линейных операторов G, L, V, невырожденные линейные операторы, ну, или если вы базе зафиксировали, что это группа невыраженных матриц. Действует на чем? на чем она действует? Естественно. Ну, на этом вектором пространстве V. Просто по определению. Оператор это то, что мы можем применять к элементам V. Хорошо. Значит, какие здесь орбиты? Какие здесь орбиты? Вот возьмем вектор. Какая у него орбита? Что мы можем с ним сделать? к вектору берем и применяем все линейные операторы, какие можно, невырожденные. Получаем что? Все векторы, ну, только нуль не получим. То есть орбиты две. Нуль и все без нуля. Нуль переходит в нуль всегда, поэтому это одна орбита. Если мы его выкинем, то любые два ненулевых вектора для любых ненулевых векторов существует оператор, который один переводит другой. Значит, действие ну вот здесь оно транзитивно на вот этом подможестве. Ну, если вы говорите про невыраженные матрицы, то это соответственно то же самое. Хорошо. Третье. Вот у вас была группа S-O-3-R. Ортогональные операторы или ортогональные матрицы при летнем единице. На чем она, естественно, действует? Ну, соответственно, она тоже действует на R-3-D, но она еще действует на сфере, на двумерной сфере. Понятно, да? Вектор сохраняет длины, ортогональные преобразования сохраняют длины, ну и соответственно сфера переводит в себя. И действие опять транзитивно. Любые два вектора длины единицы можно друг друга перевести ортогональным преобразованием. Любые два вектора длины единицы можно перевести друг в друга некоторым ортогональным преобразованием сопрительным единицей. Что еще у нас есть? Ну, с комплексными числами, что мы знаем? Давайте приведем какой-нибудь пример. Рассмотрим это множество комплексных чисел по модулю равных единице. Это группа. Она действует на комплексной плоскости умножениями. Звездочка у равна единице. звездочка z равняется u на z. Это действие из ассоциативности умножения. Какие здесь будут орбиты и какие стабилизаторы? орбиты. то, что можно получить из данного комплексного числа умножениями на такое. Разные окружности. Ноль будет и разные окружности. Это орбиты. Вот, кстати, полностью иллюстрирует наше предложение. Вот вам такое расслоение на орбите. А стабилизатором будет что? Стабилизатор это то, которого фиксируют эту точку. То есть вот это чтобы равнялась z. В общем тривиальный. Кроме нуля. Для нулевой точки это будет 0. Тв надо выкинуть. Извиняюсь. Прокултая. То есть мы по умножению то есть если нет не нужно выкидывать это множество так что ноль не выкидываем. Так что для нуля своя история. Для нуля орбита стоит из одного элемента а стабилизатор это все множество. Хорошо. Ну и такой стандартный пример рассмотрим SL2R группа это матрицы с определительными единицами с действительными коэффициентами. Такая матрица действует на комплексной плоскости. По правилу значит она действует на расширенные комплексной плоскости. нужно бесконечность добавить. Матрица ABCD применить к элементу Z это что? это A Z плюс B поделить на C Z плюс D. Проверьте, что это действие. Что если мы применим произведение матриц, то получится произведение таких преобразований. Это нужно проверить. что это действие. Понятно, что мы бесконечность должны добавить. Когда-то знаменатель обращается в 0, поэтому это такой пример хороший из аналитической теории чисел. Хорошо. пойдем дальше и еще примеры, но другая группа примеров. Предположим, что у нас есть одно действие, мы их можем размножать. Другая группа примеров, предположим, уже есть одно действие, G действует на тогда можно предъявить еще другие действия. Первое. Группа действует на вот я не знаю определяю есть поняла понятное обозначение вот это да множество подножеств. ну определим правило, по которым действует G звездочка какое-то множество мои обозначения нет обозначений M это множество всех G звездочка X что уже определено X X и Z M то есть с каждым действием связано действие на множестве своих подножеств значит но это действие тоже проверить G действует на Декартовом произведении ну сколько угодно раз G звездочка X1 это множество наборов всевозможных X N это просто G звездочка X1 запятая G звездочка X N я написал формулу ну а проверка вот этих свойств она очевидна ну третье если H это подмножит уже подгруппа уже подгруппа ну то соответственно и H действует ну по той же самой формуле ну это очевидно ну и наконец наконец такое пусть у нас есть подмножество омега штрих омега называется инвариантным инвариантным если ну то есть у нас действие есть уже G на омега есть если для любого X из омега штрих для любого G G G звездочка X принадлежит омега штрих ну у нас было в прошлом химетре было понятие инвариантного пространства относительно одного оператора ну то есть вот это свойство выполнялось для одного оператора а здесь говорит для всех элементов группы ну соответственно если есть такое дело то G действует также на омега штрих когда множество инвариантно что это означает множество инвариантно если на самом деле тогда и только тогда когда омега штрих представляется как какое-то объединение орбит но x не все вот мы говорили что x ну из соответственно давайте из омега штриха есть ну соответственно отсюда следует и наоборот значит но это практически очевидно значит все такие элементы все такие элементы формируют для данного икса формируют одну орбиту понятно значит орбита икса если их лежит в омега штрих то орбита его тоже лежит там ну в общем-то и все вот и вот и доказательства то есть вот это вот эквивалент объединение орбит и значит соответственно возникают действия на это множество хорошо ну и еще одна группа примеров это то что вот чем мы будем пользоваться группа действует на себе теоретико групповые действия абстрактная группа первое же действует на себе на себе на же например левыми сдвигами g звездочка x где g g а x тоже g теперь это вот урлиг наше это просто g на x вот это свойство это просто ассоциативность умножения ну это тоже единицы группы соответственно можно определить с правыми сдвигами ну вот я сразу говорил вот 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 это определение действия мы записываем так ну это говорят левые действия левые в смысле лево а не в смысле вот как употребляется сейчас в жаргоне что левое это что-то такое левое действие группы соответственно можно аналогично определить правое действие когда вот здесь наоборот ну тогда здесь все нужно поставить наоборот ну я не буду этим заниматься поскольку в принципе мы это не будем употреблять ну соответственно правами тоже можно определить наоборот развернуть все формулы дальше же действует тоже на себе да значит давайте вот это обсудим давайте сейчас не закончил значит что здесь будет вот в этой ситуации что что здесь будут какие что такое орбиты здесь одна одна орбита действие транзитивное все элементы из g которые можно получить таким способом для любых двух элементов есть третий умножение на который переводит один другой значит орбиты это все а стабилизатор тривиален понятно да но вот можно этот пример немножко модифицировать пусть h это подгруппу g тогда h действует на g таким же способом h звездочка ну x в том же видим напишем h на x подгруппа действует на всей группе умножениями левыми сдвигами вот и здесь что будут смежные классы чтобы что будут что будут орбиты я ответ дал ответ орбиты смежные классы просто по определению а стабилизатор ну наша ну так опять же же действует на же но формулу напишем другую вот по такому правилу же звездочка x равняется же x же минус первый это тоже действие оно называется сопряжением не комплектное сопряжение но тем не менее вот элементы x и g x g минус первый в группе называются сопряженными вот значит ну соответственно это действие и ну вот наше предложение которое здесь было и стерто говорит о том что вся группа распадается в непересекающие объединения классов сопряженности что здесь будет стабилизатором вот в этом стабилизатор x это что это множество элементов g из g для которых вот это равно иксу ну или есть можно переписать так gx равняется xg это подгруппа в g она традиционно еще называется централизатором элементов стабилизатор вообще стабилизатор централизатор в частности вот в этом в этом определении но можно опять же модифицировать это для подгруппы действует подгруппа h уже действует на все ищи ну по тому же правило h звездочка x равняется h x h минус 1 ну вот тогда стабилизатор x называется записывается еще так просто x вот ваш чтобы зафиксировать что это подгруппа это те элементы которые коммутируют с x ну лежат уже ваш значит третье сегодня много примеров все их будете разбирать на семинарах третий пример группа действует вот если есть группа и есть подгруппа ваш то же по h любая любая подгруппа тоже паше это множество с левые смежные классы это не обязательно подгруппы но это ли множество резинцами между классами левые смежные классы понятно да это просто абстрактное множество но тем не менее группа действует на нем по правилу по правилу g звездочка x h на такой смежный класс это просто g x h вот такой смежный класс ну здесь нужно проверить нужна проверка что нужно проверить здесь что эта формула корректна как мы говорили такая запись не единственная поэтому нужно проверить что если мы их заменим на какой-то x штрих то здесь получится тот же самый смежный класс проверка в чем состоит что x h равняется x штрих h ну тогда нужно проверить что ну вот форма останется той же самой но когда это верно когда два элемента задает один тот же смежный класс когда x штрих получается из x умножением на какой-то h а лучше x из x штрих ну подставим это сюда получим же звездочка x штрих h аж равно ли это равно то есть мы мы знаем мы просто подставляем g x штрих h ну а теперь раскроем это это будет тот же самый смежный класс получаем что это же звездочка x штрих h ну а это раскрыв скобки и заметив что вот этот смежный класс поставив вот так этот смежный класс равен этому получаем что это g x штрих на h значит эти элементы равны значит такая же такая же формула верна то есть если смежный класс совпадают то для нового x штрих эта формула эта формула является правильной значит формула правильная ну и соответственно как только мы это знаем вот это свойство проверяется очевидным образом ну и последний пример наверное пусть у мы приведем каким-то вещам содержать нам у группы же действовать на множестве подгруппы подгруппы своих подгруппы ну по правилу например такому g звездочка h равняется g h g минус 1 это не что иное как вот это вот свойство это гомоморфизм и g не здесь ладно здесь пока не буду ну вот да значит опять легко проверить что это действие вот хорошо значит теперь содержательные вещи что нам может задать чем хороши действия давайте какие-нибудь факты докажем конечно вот это понятие это просто язык но удобный язык для когда мы вводим новые определения очень удобен для работы с группами теорема ну это теорема Келли пусть есть группа порядка n когда она вкладывается в группу подстановок SN ну на самом деле почти очевидно очевидно ли это впрочем теорема почти ни о чем после того как мы вот эти примеры разобрали нужно стартовать нашего первого примера есть группа порядка n значит она действует ну на себе действует на себе умножениями каждая группа действует на себе умножениями тогда когда мы давали определение о чем мы говорили что задание действия эквивалентно заданию гомоморфизма в группу подстановок значит это отсюда следует что есть гомоморфизм мы его означали ПСИ в группу подстановок С от Ж в подстановке элементов если мы их занумеруем все ЖН вот этого множества значит есть гомоморфизм в группу подстановок что я вот ядро ядро эффективности какое здесь для какого элемента Ж вот это совпадает с ИКСОМ то есть ядро еще раз это те элементы Ж и Ж такие что Ж на Х равняется Х такой элемент только единичный значит ядро его единичное значит это вложение ну и все значит группа вкладывается в группу подстановок и ЗН предметов то есть ну проблема в том что вот если мы бы мы бы хотели вот это применить к изучению групп также в конечных да проблема в том что правая часть очень сильно растет с ростом порядка чтобы изучить группы порядка 5 нам нужно здесь поставить S5 S5 очень большой 5 факторов большое число то есть то есть это для практических целей эта теорема редко дает что-то хорошее но тем не менее вот есть такой вот результат вторая теорема вторая теорема говорит нам о том что вот это очень полезная вещь что существует биекция орбита если есть действие группы G на множестве омега произвольным произвольным совершенно существует биекция между орбитой какого-то элемента х но вот это биекция естественная биекция между орбитой и фактор группой G по стабилизатору X не фактор группой множество левых смежных классов справа множество с левого множество и есть вот такая вот есть такое объективное отображение более того это есть изоморфизм действий сейчас мы объясним что это доказательство чтобы сказать что что-то есть биекция нам нужно устроить отображение объективное ну что по элементу давайте оттуда сюда устроим обозначим его Фи смежный класс стабилизатор обозначим за H для краткости Фи Ж О H в орбиту элемент Ж H отсюда отправим куда Ж звездочки X ну опять же что нужно проверить нужно проверить что это корректность этого отображения почему потому что может так случиться что два смежных класса один тот же смежный класс представляется в другом виде тогда эта формула нам дает что он должен давать вот такой элемент верно ли что они равны должно быть верно иначе мы написали ерунду проверим ну это стандартная проверка неоднократно мы ее делаем когда два смежных класса равны когда Ж представляется в виде Ж на H значит существует H из H подставим сюда тогда Ж штрих звездочка Х равняется Ж H звездочка Х равняется по нашей замечательной формуле Ж звездочка H звездочка Х а это что такое что в скобках стоит да совершенно верно H стабилизатор значит это сам Х ну что и требовалось эти элементы равны знак вопроса стираем значит формула корректно определена дальше утверждается что это отображение биецы это отображение является биективным что нужно сказать что первое что оно сюрреективно почему ну это наверное очевидно да любой элемент отсюда представляется в таком виде любой у равен вот такому ну а значит это его прообраз объективность пусть два элемента переходит в один я модифицирую то что написано здесь и вот пусть есть два смежных класса которые дают нам один и тот же элемент гх и гфи от гх равняется фи от г штрих х значит отсюда следует что на самом деле тогда и только тогда когда гх равняется г штрих х звездочку не поставил ну а дальше умножим обе части на же минус первой то есть применим же минус первой к обеим частям же минус первой звездочка же звездочка х равняется же минус первой звездочка же штрих звездочка х значит согласно нашему правилу скобки можно расставить по другому а значит здесь получится один звездочка х а это х а здесь скобки можно расставить по другому получим g в минус первой умножить в группе на же штрих звездочка х ну а это означает что этот элемент лежит в стабилизаторе значит элемент лежит в h g в минус первой умножить на g штрих лежит в h но равен какому-то h но это означает что g штрих равняется g на h g штрих равняется g на h ну а это означает что эти смежные классы на самом деле совпадают ну вот в точности то что сейчас только что мы использовали ну все значит это есть биецы следствие значит я потом это чуть-чуть еще прокомментирую это предложение оставлю утверждение следствие значит порядки равны значит порядок орбиты значит если все конечно то порядок орбиты равен индексу стабилизатора ну или то же самое что порядок группы поделить на порядок стабилизатора это было верно немножко в более общем случае на самом деле может быть так что группа бесконечна а индекс все-таки конечный число левых смажных между классов конечным тогда это все равно верно но мы будем использовать это для конечных групп понятно да хорошо теперь я хотел вот это прокомментировать значит для этого нужно определение изоморфин действий вот если есть одно действие G одной и той же группы на одном множестве есть действие группы на другом множестве омега штрих это будет там G звездочка X а это будет G кружочек Y то есть одна звездочка другой кружочек говорят что они изоморфные если существует биекция у нас фи омега омега штрих такая что G звездочка X ими фи равняется G кружочек фи от X на самом деле это часто встречалось у вас и будет встречаться такая вещь то есть они вроде бы как коммутируют вот это изоморфизм действий комментарии к эти замечания что вот это отображение это изоморфизм действий вот это вот фи это вот это отображение фи фи изоморфизм действий каких ну одно задано нам наш оно задано на множестве значит оно и задано на орбите значит действий каких G действует на орбите это то что нам дано данность наша а другое действие это G действует на множестве левых смежных классов ну и написанная формула на самом деле переписывается в таком виде повторим значит у нас было фи которая отображала G по H в орбиту X G на H G звездочка X мы хотим проверить вот эту формулу фи от значит здесь есть действие только значит у нас будет теперь вот здесь звездочка а здесь кружочек то есть вот здесь кружочек а здесь звездочка поменяем наоборот чтобы сюда G действует здесь значит берем любой элемент G применяем его к G H и применяем к нему фи и нужно проверить что это равно G штрих звездочка фи от G H вот эта формула переписывается так мы уже проверили что это B и C значит это верно чему верно это расписываем по нашей формуле это все равно что действие это G штрих G H а это не что иное как что такое фи от него это G штрих G G G звездочка x это что такое G штрих звездочка G звездочка G звездочка поскольку мы знаем что звездочка это действие мы получаем что это G штрих на G звездочка звездочка x значит они равны значит эти элементы равны значит мы проверили то что нужно хорошо ну и последнее применим то что мы сказали мы проговорили много вещей применим это все к случаю P групп напоминаю P группа это группа порядка P группа порядка P порядка P степени K центр группы Z от G это множество элементов Z из G которые коммутируют со всеми G на Z теорема если G P группа то ее центр нетривиален доказательства рассмотрим действие G на себе сопряжениями G X G минус P как мы говорили вся группа распадется в объединение орбит то есть смежных классов соединим значит среди этих орбит есть элементы которые состоят из одного элемента и из больше чем одного те которые состоят из одного элемента что это такое элементы которые орбиты состоящие из одного элемента это что это те у которых вот это равно этому а это элементы центра значит значит вот это объединение можно расписать как центр все орбиты из одного элемента объединение с объединением орбит у которых порядок орбиты больше единиц скобка закрылась значит понятно сюда собрали все одноэлементные сюда те которые больше ну а теперь применим вот эту формулу которые здесь было это рассмотрим до порядок порядок же это по степени к равняется значит все это не пересекается поэтому это порядок з от же плюс сумма порядков этих орбит а порядок такой орбиты это индекс стабилизатора то есть п в степени к поделить на стабилизатор элемента x так что стабилизатор здесь имеет порядок меньше чем п в степени к ну и получаем что вот эта сумма делится на п это делится на п значит это делится на п тереми доказано что да конечно спасибо ну вот и все хорошо на этом закончим до сих пор до сих пор до сих пор Субтитры создавал DimaTorzok